В 2021 году в столице Пакистана Исламабаде жила богатая семья Джафир. Их роскошный дом располагался в одном из самых престижных районов города. Отец семейства занимался бизнесом, мать помогала ему, а их сын Захир радовал их своими профессиональными достижениями. Почти каждую неделю в доме Джафиров проходили вечеринки, на которые звали самых богатых и знаменитых людей Пакистана. У семьи Джафир было все. Социальный статус, недвижимость по всему миру, связи в политике. А еще у них был один страшный секрет. Всем привет! Добро пожаловать в гости к Мистике. Сегодня мы коснемся дела, которое мне было тяжело готовить. Но это одна из тех историй, которые заслуживают огласки и обсуждения. Спасибо большое, что вы вновь открыли мое видео. И поставьте, пожалуйста, лайк, если оно покажется вам интересным. Хотя я понимаю, что ставить лайки на такие видео иногда кажется как-то не очень удобно. Но представьте, что вы просто ставите лайк моей работе, что я собрала все для вас и вот представила в таком виде. Ну что, давайте после короткой рекламы мы будем погружаться в это дело. Осень, время перемен. Чем ближе к зиме, тем ярче ощущается скоротечность времени. Кажется, только что было лето и солнце, а вот-вот уже зима. Так и летят целые годы. Невольно задумываешься о вечном. Я привыкла каждый год задавать себе такой вопрос. Чувствую ли я вдохновение того, что я делаю? Как еще я могла бы использовать свои навыки? Что я могу изменить? Из этих размышлений когда-то и родился мой канал. А что бы вы ответили на этот вопрос? Если вам не хватает творчества в жизни и вы задумываетесь о смене сферы деятельности, то у меня для вас есть отличная рекомендация. Курс «Профессия коммерческий иллюстратор» от Skillbox. Skillbox дает возможность любому человеку стать востребованным и актуальным специалистом вне зависимости от возраста и местоположения. Преподают там профессионалы. На курсе «Профессия коммерческий иллюстратор» у вас будет 20 опытных спикеров, работающих в индустрии на разных позициях. От художников-графиков на фрилансе до арт-директоров. Здесь вы не только освоите 4 необходимые для работы программы, но и создадите свою первую полноценную иллюстрацию уже на второй неделе обучения. Оживите персонажа, который уже давно ждал своего часа в вашей голове. Skillbox подарит вам возможность примерить на себя роль книжного, рекламного и журнального иллюстрации. Иллюстратора уже в первые полгода обучения. Кроме того, здесь есть отдельный курс по анимации, который поможет вам прокачать дополнительные навыки. Этот курс – это настоящее исследование искусства и творчества продолжительностью в 9 месяцев. Вы сможете проявить свои таланты и поработаете над семью проектами. Вы создадите сильное портфолио и сможете сотрудничать с крупными компаниями из разных сфер. А итоговым проектом станет иллюстрация фирменного стиля для бренда – от концепции до финальной презентации. Кураторы проверят вашу работу и дадут обратную связь, а также поделятся фишками, которые лучше всего использовать в работе. По окончании курса вы получите сертификат установленного образца на русском и английском языках. И бонусом – курс английского на год от Skillbox. И, как всегда, по моему промокоду МИСТИКА-2 вас ждет приятная скидка 55% и дополнительно второй курс меньшей по стоимости. Если вы хотите добавить творчество в свою жизнь и освоить искусство и иллюстрации, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Ну а мы возвращаемся к делу. Исламабад – это столица Исламской республики Пакистан. Всего в Исламабаде проживают около 1,2 миллионов человек. Люди эти самого разного социального статуса. У самых богатых не только роскошные машины, квартиры и дома, но и собственный обслуживающий персонал, водители, даже охрана, сопровождающая их везде. А у самых бедных часто нет совершенно ничего. Если есть работа – уже хорошо. Я наткнулась на статью, в которой говорилось, что Исламабад – это город для богатых. Недвижимость себе там позволить могут действительно обеспеченные. Одной хорошей работы недостаточно. Нужно целое состояние для жизни здесь. Расслоение общества, конечно, там очень ярко, заметно. В самом Пакистане очень неутешительная статистика по раскрываемости преступлений против женщин. Вот уже много лет к этой проблеме пытаются привлечь внимание активистки. Дело в том, что процент обвинительных приговоров в подобных делах ничтожно мал. Кроме того, по некоторым данным, здесь до сих пор практикуют так называемые убийства чести. Все это важно понимать в контексте сегодняшней истории. Но давайте сейчас перейдем к семье, о которой сегодня пойдет речь. Семья Джафер не всегда была настолько обеспеченной. Они заработали свое состояние за несколько десятков лет. Отец семейства выполнял государственные заказы для пакистанской армии. Вроде как его фирма занималась строительством. Говоря об этой семье, англоязычные блогеры называют их new money, новые деньги. В противовес старым деньгам, да, это семьям, которые жили в достатке целыми поколениями. А здесь, получается, семья разбогатела всего за несколько десятков лет и, получается, в течение одного поколения. И образ жизни у новых и старых денег сильно отличается. Первые кичатся своим состоянием, а вторые же показывают свою исключительность иначе. Тем не менее, в семье Джафер знали цену деньгам, и родители много вкладывали в своего сына. Они хотели, чтобы Захир, который родился в 1991 году, имел все, о чем только мог мечтать. Родился он, кстати, в США и был гражданином этой страны. Учился он все время за границей, но при этом он знал свой родной язык, урду, и английский в совершенстве. Семья много путешествовала, а в выходные, как я уже говорила, родители нередко звали на вечеринки всех своих друзей и знакомых, таких же богатых и знаменитых. Со временем, когда парень подрос, у этих вечеринок появилась одна ясная цель — найти Захиру достойную невесту. Об этом стали задумываться, когда молодому человеку уже было под 30. По мнению его родителей, ему уже было пора остепениться и начать задумываться о собственной семье. Пока же Захир жил с родителями и пробовал себя в психологии. После учебы он начал работать в престижной клинике, она называлась Therapy Works. Захир вроде как искренне хотел помогать людям, несмотря на то, что в семье у него было принято ориентироваться на бизнес и приумножение состояния. Захир же выбрал карьеру психолога. Он разговаривал со студентами и школьниками о том, как важно психическое здоровье, читал лекции и даже, вроде как, пробовал себя в роли личного психолога. В этой истории очень много вещей я буду произносить с оговоркой «вроде как» и по некоторым данным. Потому что информации на самом деле не так много официальной. Либо какую-то информацию я слышала только в одном источнике, например, у какого-то блогера. Например, я смотрела девочку, которая жила недалеко, ну, точнее, её родители жили недалеко от дома Захира и его семьи. И она говорила, что даже была знакома и с героиней этой истории, и вот через там знакомых-знакомых с самим Захиром. Так вот, это, не знаю, можно ли считать это таким источником информации, потому что в любом случае что-то из этого будет просто слухами. Но просто мне важно об этом сказать, и важно, чтобы вы понимали это тоже в общей картине. Так вот, даже несмотря на свою загруженность, молодой человек успевал помогать своим родителям. В какое-то время он работал бренд-менеджером в компании своего отца. Описывали Захира как тихого и довольно замкнутого. О нём говорили, что его не видно и не слышно, просто вот какой-то парень существует и всё. На вечеринках он никогда не был ни заводилой, ни с кем не знакомился, ни шутил. Просто обычный тихий парень. Друзьям семьи казалось, что Захир это идеальный ребёнок, достойный наследник. Ведь родители всё-таки планировали когда-то ему передать семейный бизнес. Он умён, у него хорошее образование, и, видите, он особо и не кутит, не будет проматывать деньги. Однако, это был лишь фасад. Это была лишь светлая сторона его личности. Родители парня тщательно скрывали его тёмную сторону. У парня была шизофрения. Диагностировали её, когда ему было около 20 лет. И он проходил лечение как раз вот в той клинике Терапи Воркс, где после и начал работать. Информация о его диагнозе была тайной, которую родители хранили буквально за семью печатями. О диагнозе не знал вообще никто, кроме нескольких человек из этой клиники. А им, скорее всего, было приказано молчать. Точнее, им могли заткнуть рот деньгами. И родители надеялись, что с приходом в его жизнь женщины и любви всё изменится. Захир будет счастлив, а его тайна так и не будет раскрыта. Но, как вы понимаете, они ошибались. Однажды на одну из вечеринок семья Джафер пригласила 27-летнюю Нур Мукадем, дочь пакистанского дипломата. Девушка была действительно отличной партией. Она родилась 23 октября 1993 года и училась в школах и университетах буквально по всему миру, от Швейцарии до Южной Кореи, где работал её отец. Отца её знали во всех высших кругах. Нур была активисткой, борющейся за права человека и всегда обожала учиться чему-то новому. У неё было много подруг, а ещё она любила печь. У её семьи, конечно, было целое состояние. В общем, отличная невеста для любого богатого наследника. Нур готова на всё ради тех, кого она любит. Она может с тобой и в кафе за фастфудом съездить, и потанцевать на крыше дома под дождём, рассказывала её подруга. С надеждой на то, что девушка понравится сыночку, родители Захира позвали её на праздник. Молодые люди познакомились и быстро подружились. А в 2018 году Захир предложил девушке начать официально встречаться. И Нур согласилась. Рядом с ней молодой человек преобразился. Впервые в жизни близкие услышали, как он шутит, увидели, как он веселится. Обычно же Захир был тихим и незаметным. Но Уржа всегда была веселой и очень разговорчивой. Она могла найти тему для разговора с любой компанией. Рядом с ней все себя чувствовали в своей тарелке. У неё было прекрасное чувство юмора. А ещё она была просто-напросто милой. Друзья вспоминали, что почти каждую неделю девушка покупала очень острые чипсы. И запустив руку в пакет в первый раз, она вскрикивала от того, насколько они острые. Но её пальцы тянулись к чипсам вновь и вновь. Это все друзья находили очень забавным и милым. От Нуры сходило невероятное тепло. Она на всех фотографиях либо смеётся, либо просто по-доброму улыбается. Захир по ушу влюбился в заводную и яркую девушку. А она, в свою очередь, влюбилась в него. Его семья была очень рада этому союзу. Родители надеялись, что совсем скоро молодые задумаются о свадьбе. Однако Нур не знала о том, что у Захира была тайна. А родители не хотели ей об этом говорить. Есть видео, где девушка и молодой человек танцуют на свадьбе друзей. Они кажутся такими счастливыми. Настоящая сказка. Но на самом деле от сказки их отношения были далеки. Кроме того, что Захиру диагностировали шизофрению, он был к тому же зависим от метамфетаминов. И несколько раз даже нападал на собственную мать, из-за чего ей пришлось вызвать полицию. Произошло все это в их лондонском доме. И Захира тогда даже депортировали из страны. Кроме того, его несколько раз все там же, в Лондоне, обвиняли в сексуализированном насилии. Отношение Захиры к женщинам вообще было ужасным. Он мог ни с того ни с сего написать бывшей однокласснице оскорбления. Или даже угрозы. Одну из них он в переписке уверял, что... Ах, из самого приличного, что он отрежет ей соски. Но опять же, это была его темная страна, которую он прятал. И довольно умело. Но, видимо, что-то все-таки проскальзывало. Потому что через три года отношений Нур все-таки узнала о том, что у Захира проблемы. И рассталась с ним. Возможно, она просто узнала о его зависимости. А не о его шизофрении. Неизвестно, знала ли она вот все подробности и все детали. Или она просто испытала на себе какие-то угрозы или его... Такое отношение пренебрежительное к женщинам. Но в любом случае, она решила уйти. Расставание далось тяжело обоим. Однако и он, и она решили двигаться дальше. Подруги поддерживали Нур и говорили ей, что она приняла совершенно правильное решение. Захир же планировал переезжать в Нью-Йорк. Похоже, навсегда. Билет у него был в один конец. И в июле 2021 года он как раз и готовился сделать этот важный шаг. Ему было 30 лет. Прямо перед отъездом, по какой-то причине, ему казалось, что их отношения с Нур все еще не закончены. Ему хотелось увидеть ее в последний раз, перед тем, как он навсегда оставит свой дом. 18 июля 2021 года Захир набрался смелости и позвонил Нур. Девушка в то время как раз находилась с семьей дома и помогала близким готовиться к мусульманскому празднику «Идальфитр». Вместе с матерью они хлопотали на кухне и болтали. Когда раздался звонок от Захира, Нур, немного удивленная именем абонента, показавшимся у нее на телефоне, вышла в другую комнату, чтобы ответить. До этого пара не разговаривала уже полгода с момента их расставания. Кстати, расстались они еще и из-за несовпадения взглядов на религию. Нур была очень верующей мусульманкой и носила бурку, а Захир же чуть ли не приказывал девушке ее снять, несмотря на то, что он сам твердил, что является мусульманином. И тут, в канун большого праздника, Захир набирает номер Нур. На часах было 9 вечера. Захир сказал девушке, что скоро уезжает и не знает, когда вернется. Он умолял ее встретиться с ним в последний раз, поговорить, закрыть эту дверь, попрощаться достойно. И Нур согласилась. Однако родителям она сказала, что идет на встречу с подругами, а не с Захиром. Вряд ли они ее поймут. Сначала пара договорилась встретиться в людном месте. Ну а когда Нур пришла туда, вроде как это был торговый центр или площадь перед торговым центром, Захир позвонил ей и попросил приехать к нему домой. Девушка согласилась. Все-таки вместе они были целых три года. Действительно, стоит встретиться в последний раз, чтобы попрощаться. Дом его она знала. За время отношений она много раз бывала там. В нем постоянно было полно обслуживающего персонала. Повар, охрана, уборщики, садовники. А стены дома буквально усеяны камерами. Но обо всем этом девушка, конечно, не думала. Она ехала просто встретиться с бывшим парнем и поговорить. Она ничего не боялась. Вскоре Нур приехала к дому Захира. Охранник на входе впустил ее на территорию дома. Почти сразу же после того, как Нур приехала к Захиру домой, молодой человек позвонил своему турагенту и попросил его перенести его ночной вылет в Нью-Йорк на другой день. Но за несколько часов до вылета этого сделать просто невозможно. Ему нужно будет либо заплатить штраф, либо и вовсе купить новый билет. Захир был недоволен. В конце концов, он согласился оставить все как есть и вылететь в назначенный час. Той же ночью в 3.15. Звонок турагента этот был как минимум странным. Но у богатых наследников свои причуды. Может быть, ему вдруг перехотелось лететь в Нью-Йорк. А потом он согласился. Ну ладно, раз судьба такая, значит полечу. Осенью и зимой становится так мало света. Я включаю лампы по всему дому, чтобы создать уют. Передвигаю растения к южному окну, чтобы им хватало солнца. Думаю, как бы еще оживить интерьер и создать приятную атмосферу. Желательно своими руками. В такие моменты и на помощь приходит RingString. Это такие универсальные наборы, с которыми вы превратите любую свою фотографию в собственную картину непрерывной нитью. Без похода в мастерскую или длительных курсов по живописи. Что же нужно, чтобы начать творить? Достаточно заказать набор. И в его комплекте найдется все, что нужно. Он универсален и подойдет для любой фотографии или картины. После открытия упаковки вы просто загружаете свое фото на сайт и моментально получаете инструкцию. И тут начинается волшебство. Инструкция здесь – это комбинация медитативной музыки и приятного голоса диктора, который шаг за шагом ведет вас от гвоздика к гвозднику. А вы просто удобно располагаетесь и наслаждаетесь расслабляющим процессом. Самое то, когда надо остановиться и освежить голову. У меня есть еще одна картина нитью – Будда, который уже долгое время оберегает мое рабочее пространство и напоминает мне сохранять баланс между отдыхом и рабочими задачами. А вот совсем недавно мне захотелось привнести немного романтики в свою квартиру. Именно поэтому я выбрала изображение с поцелуем, как образа любви в целом, без привязки к конкретным людям или персонажам. Мне кажется, что нити сделали это изображение намного фактурнее. А вы как думаете? Ринг-стринг особенно понравится любителям медитативных практик. Создание картины из нитей поможет переключиться от суматохи дня и погрузиться внутрь себя. Набор запросто станет подарком на чью-то свадьбу или на день рождения. Ведь вы сможете создать картину из любой идеи или воспоминания. А можете подарить сам набор, чтобы человек уже самостоятельно подобрал изображение и почувствовал себя настоящим художником. Размер картины, кстати, 50 на 50 сантиметров. Она не маленькая и впишется в любой интерьер. Ее можно поставить на полку или повесить. На обратной стороне уже есть крепление. Вживую она выглядит потрясающе и сразу же привлекает внимание гостей. Возникают вопросы, где же такую взять? Ссылку на официальный сайт ringstream.ru я оставила вот там, в описании. Переходите, заказывайте и радуйте себя и близких. А чтобы покупкой стало еще приятнее, воспользуйтесь в корзине промокода MISTICA, чтобы получить скидку 15% и скорее погрузиться в создание своего уникального интерьерного украшения. А мы возвращаемся к делу. В 11 часов вечера к дому Захира приехало такси. Он вызвал его еще днем, чтобы отправиться в аэропорт. Теперь молодой человек позвонил таксисту и попросил его подождать, обосновав это тем, что не успел собрать чемоданы. Таксист послушно ждет. Через 36 минут Захир позвонил ему снова и попросил подождать еще. Вскоре он позвонил в третий раз. Захир сообщил таксисту, что все-таки передумал ехать в аэропорт, но он сказал, что охранник ему заплатит за ожидания и за выезд. Сумма оказалась довольно приличной, в два раза больше, чем тот заработал бы за одну поездку. Таксист предложил Захиру все равно подвезти его в аэропорт в любое время, когда он наконец соберет свои вещи. Примерно в 2 часа ночи Захир звонит этому таксисту вновь и просит его все-таки приехать. Его рейс был в 3 часа ночи, так что успеть на него было просто нереально. О чем он думал, непонятно. Таксиста это, конечно, смутило, но все равно он приехал и увидел довольно странную картину. Захир вышел из дома вместе с девушкой. Девушка эта была босая. Как только пара села в машину, Захир весело заговорил с водителем, но девушка сидела молча, даже когда к ней обращались. Захир делал вид, что ничего не происходит, все нормально, а девушка словно вообще была не здесь. На полпути к аэропорту Захир внезапно попросил таксиста развернуться. В аэропорт они не успевают. Таксист сделал все, что мужчина его попросил, и у дома высадил своих пассажиров. Пара забрала чемоданы и вернулась в дом. И таксист уехал на следующий заказ. Что все это было и что это значит? Самое страшное, правда, было лишь впереди. Ближайшие два дня Захира и Нур никто не видел. Отца и матери Захира в тот момент в Пакистане не было. Они уехали то ли по работе, то ли на отдых. Все это время семья Нур не знала, что случилось. Родители девушки заволновались уже 18-го числа, когда она не вернулась домой. Вечером им пришло сообщение от дочери, в котором говорилось, что подруга, с которой она должна была якобы встретиться, предложила ей съездить в соседний город вместе. И Нур согласилась. Еще по некоторым данным, матери Нур пришло голосовое сообщение от дочери. Но что там было, не ясно. На звонки Нур не отвечала и больше ничего не писала и не отправляла родителям. Ее семья позже скажет, что они были расстроены. Обычно Нур проводила с ними все праздники. Как мы знаем, она с трепетом относилась к своей религии и соблюдала все традиции. И уж точно никогда, вот так внезапно, без предупреждений, она не уезжала никуда с подругами. Тем не менее, родители доверяли своей дочери. Да и к тому же ей было 27 лет. Она взрослая и самостоятельная. И, видимо, у ее подруги случилось действительно что-то серьезное, раз она сорвалась к ней на помощь. Что интересно, Захиру в тот вечер ее родители тоже позвонили, но он сказал, что девушки с ним нет. Отец Нур и ее мать принялись дальше готовиться к празднику, думая, что дочь вскоре вернется домой. Ее сообщение их не слишком успокоило. И им показалось странным, что девушка не берет трубку. Но, опять же, они ей доверяли и точно знали, что рано или поздно она уж им точно позвонит. Но и в телефоны молчали. А 20 июля Захир внезапно позвонил дальнему другу семьи. Этот мужчина даже не знал молодого человека лично, и у него даже не было его номера телефона. Мужчина этот знал его родителей, но с их сыном он близко не общался. И тут Захир ни с того ни с сего звонит ему и говорит, что у них дома случилось что-то страшное. Ему срочно нужна помощь. Он сказал, что к нему в дом вломились грабители. Друг семьи сначала было... собрался отправиться в дом к Захиру, но потом остановился и задумался. Молодой человек никогда ему не звонил. Ни разу. Откуда он вообще взял его номер? И почему, если к нему вломились в дом грабители, он не позвонил в полицию, не позвонил своим родителям, а позвонил какому-то дальнему другу семьи? Оказывается, Захир позвонил сразу нескольким дальним знакомым. Новости о грабителях вскоре дошли и до отца Захира. Но есть предположение, что он на тот момент уже знал, что там на самом деле произошло. Отец Захира и сам Захир разговаривали много раз по телефону в тот день и накануне. И отец, узнав о некоем происшествии дома, стал названивать всем своим друзьям и просить о помощи. На его сына напали. И еще он добавил одну деталь. Захир убил грабителя. Нужно срочно приехать и помочь убрать тело. Далее отец Захира позвонил в Therapy Works, место, где молодой человек работал психологом, и попросил сотрудников приехать и проверить, что же происходит с его сыном. Он сказал терапевтам, ну или психологам, да, кто там работал, что-то вроде «мой сын пытался купить девушку на одну ночь». И когда его спросили, чего, что это вообще значит, мужчина ответил «ну вы умные, сами догадайтесь». Психологи ничего не поняли, но решили выехать на такой странный вызов. Все-таки вызывают к их бывшему клиенту, мало ли у него там какое обострение, или может он сейчас кому-то навредит, или себе навредит. Поговаривали, что клиника содержалась за счет денег отца Захира, потому психологи и не могли медлить. И рот на замке о его диагнозе они могли держать по той же причине. Возможно, отец Захира сказал, вот вы никому ничего не рассказываете, и ваша клиника продолжает существовать, я вот вам ремонт делаю. Итак, к дому прибыла команда психологов. Друзья отца Захира и друзья самого Захира. Их молодой человек тоже зачем-то вызвал. Перед его домом собралась целая толпа богатых пакистанцев и их охранников. Никто не понимал, что происходит, и никто даже не позвонил в полицию. Отец Захира сообщил психологам по телефону о том, что у них в доме есть лестница, и группа из шести человек решила попробовать ей воспользоваться, чтобы пробраться внутрь. Так они буквально, как какие-то грабители, вломились в дом через второй этаж. Как раз на втором этаже и находился Захир. Психологов этих, кстати, прошло наверх около шести человек. Там просто нет точных цифр и уж тем более имен, но в районе шести человек там было. И тут события начали развиваться очень стремительно. Захир схватил пистолет, начал им размахивать и даже спустил курок по направлению в толпу. Но, к счастью, пистолет заклинило. Тогда он схватил швейцарский нож и со всей силы всадил его одному из членов группы психологической поддержки в нижнюю челюсть. Лезвие задело язык, но удар, к счастью, оказался несмертельный. Потом Захир рванул к балкону, чтобы сбежать. Несколько специалистов кинулись ловить парня, а двое бросились на помощь к пострадавшему. Кто-то, возможно, пришедшие на помощь соседи, да, по некоторым данным там соседи уже участвовали, все по этой лестнице залезли на второй этаж, наконец схватили Захира и связали его. Вызвали полицию. Немного выдохнув, начали осматривать дом. Тогда-то всем и стало ясно, что здесь произошло. Все там же, на втором этаже дома, где произошла схватка с Захиром, группа горе-спасателей заметила в углу комнаты что-то похожее на тело и отдельно лежащую голову. Это была Нур. Приехавшие, наконец, полицейские сразу же арестовали Захира. Семье Нур позвонили. Это был самый страшный звонок в их жизни. Отец девушки, услышав, что его дочь мертва, буквально взвыл от боли и не смог больше проронить ни слова. А мать, не понимая, что произошло, побежала за объяснениями к старшему брату Нур. Он, должно быть, слышал, что сказали по телефону отцу. Тяжело пришлось и сестре девушке. Она была всего на пять лет старше. И о ней все говорили, что они с Нур словно двойняшки. У них будто одна душа на двоих. И теперь одна из них мертва. С началом семья не получила всей информации о произошедшем. И они решили, что Нур умерла в автомобильной аварии или в результате несчастного случая. Но вскоре правда всплыла на поверхность и оказалась страшнее любого вымысла. В тот момент, по рассказам знакомых семьи, навсегда испарился звонкий, заливистый смех, которым смеялся отец девушки. Смех, который знали и любили все его коллеги и друзья. Больше его никто не услышит. Мужчина стал угрюм и молчалив. Началось расследование. Посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Допросили и самого Захира. И на допросе почему-то он начал рассказывать полицейским библейскую историю про Авраама, который должен был принести в жертву Богу собственного сына. Но в последний момент, как мы знаем, появился ангел, который сказал, что это было испытание, и он его прошел. Жертва не нужна. И в мусульманский праздник Ида Альфитр принято приносить жертву. Ну, естественно, это животное. А мясо нужно отдать нуждающимся. И по словам Захира, Нур сама пришла к нему и попросила принести ее в жертву, как козу или овцу. Погибла она, кстати, по заключению судминэксперта, действительно, в день того самого праздника. Сделала девушка это, по словам Захира, из-за того, что чувствовала себя виноватой, начав отношения с ним до свадьбы. Но это не могло быть правдой, потому что для тех, кто исповедует ислам, закончить свою жизнь добровольно — это грех. И Нур на такое не пошла бы. Как мы знаем, да, она очень любила свою религию. И добровольность, если так можно сказать, произошедшего опровергает то, что следы ДНК Захира нашли под ногтями девушки. То есть она сражалась до последнего. Также после осмотра тела стало известно, что Нур перед гибелью подверглась сексуализированному насилию. Тем не менее, Захир продолжал обвинять ее саму. И это несмотря на то, что он во время ареста был весь в ее крови. Молодой человек, кстати, рассказал все это вот про Рамы и жертву и самому отцу Нур. И тот, лишь стиснув зубы, проговорил. Ты лжешь! Так как эта версия не сработала, явно Захир поменял свою историю. Делал он это, кстати, несколько раз. Один раз он признался в том, что убил девушку, поскольку она отказалась стать его женой. Скорее всего, это наиболее близкая к правде версия. Потом он сказал, что сделал это, потому что он узнал, что она состоит в отношениях с кем-то другим. Но этому подтверждения тоже нет. Потом Захир и вовсе сказал, что полиция не имеет права его арестовывать, поскольку он американец. И да, у него правда было американское гражданство, но это не дает ему никаких особых прав в Пакистане. Отвечать он будет перед судом по законам этой страны. Хотя даже в Америке ему бы пришлось не сладко. Потом он выдумал еще одну версию. Он начал обвинять Нур в том, что она якобы была наркоманкой, и это вообще полный бред. Наркотиками баловался сам Захир, причем в большом количестве. За несколько лет до трагедии молодой человек принес наркотики на какую-то вечеринку. И четыре девушки, которые их употребили, сели потом в машину и разбились по дороге насмерть. Кроме Захира арестовали также и его родителей, а еще психологов, которые пробрались в дом, и троих сотрудников поместья, которые, как выяснилось, в те дни находились в доме. И тут вот давайте остановимся. Как же все могло произойти? Скорее всего, в ту ночь Захир действительно сделал Нур предложение. Девушка ответила отказом. Не зря же они расстались. Захир разозлился. И теперь, по его мнению, Нур должна либо умереть, либо заплатить за свой отказ. Захир попытался все-таки выговорить девушку принять его предложение. Но Нур отказывалась. Снова и снова. Тогда он решил применить силу. Неизвестно, как все это точно происходило, но, по данным судмедэкспертов, Захир напал на нее с кастетом. После чего угрожал ей с помощью пистолета. Все ее тело было покрыто неглубокими порезами. Видимо, это была следующая стадия расплаты. На обратной стороне ее колен было две глубоких раны. Нур несколько раз пыталась убежать. А Захир решил этому так воспрепятствовать. Моменты с ее побегами есть и на кадрах с камер видеонаблюдения. И это просто душераздирающее зрелище. Вообще, все, что пришлось пережить Нур, в ту ночь кажется какими-то эпизодами из фильма ужасов. У Нур действительно несколько раз получилось вырваться из заточения. Один раз она выбежала во двор, моля охрану о помощи. Просила, чтобы ей открыли ворота. Но охранники, преданные Захиру, отказались это сделать. Даже несмотря на то, что девушка приехала в этот дом, считая, что она будет там не одна и будет в безопасности, она в конце концов оказалась в полном одиночестве. Один на один с жестоким убийцей. Она попыталась даже выпрыгнуть с балкона, но ее каждый раз возвращали в дом. За нее было некому заступиться. Охранник этот, кстати, потом позвонил отцу Захира и рассказал, что тот ведет себя, цитата, неподобающим образом. Формулировку, как вы можете заметить, он выбрал подозрительно мягкую. И отец ничего не сделал. Охраннику было велено как-нибудь самому разобраться. Тот решил не вмешиваться и не вызывать в полицию. В одном из видео девочка, чьи родители жили неподалеку от этого дома, рассказала, что нам, западным людям, сложно понять, как так, почему обслуживающий персонал не заступился за девушку, почему не позвонили в полицию. Но там все работает немного по-другому. Там люди не будут идти против своего хозяина, против главы дома. И как он уж приказал, так все и будет. Даже если происходит полнейшее беззаконие. Они боятся потерять свою работу. Боятся, что их будет ожидать такая же участь, как и того, над кем совершается насилие. Все из-за очень сильного классового расслоения в стране и конкретно в этом городе. Захир пытал Нур целых два дня, видимо, пытаясь заставить ее сказать «да». В последний день этого кошмара он вытащил из кармана свой швейцарский ножик. Им он стал бездумно наносить порезы. Но девушка сражалась. В конце концов, Нур потеряла сознание. Возможно, это было даже к лучшему, если брать во внимание то, что произошло дальше. Захир принялся душить ее. Потом все тем же коротким ножом он отделил голову от тела. Закончив, он тнул ее словно мяч. Так ее и найдут. Полицейские сначала не понимали, кто был, а кто не был замешан в деле, поскольку ежедневно появлялись новые детали. Например, как оказалось, Захир спустился к психологам еще даже перед тем, как они пошли за лестницей наверх. И он даже поговорил с ними. Почему же тогда после этого он на одного из них напал? Как мы помним, Захира арестовали в окровавленной одежде. И есть противоречивая информация, которая говорит о том, что кто-то из психологов дал ему переодеться. И тут возникает вопрос о том, что знали и что видели психологи. И почему они ничего не предприняли. Не хочу говорить снова, почему они не вызвали полицию. Наверное, были веские причины не вызывать полицию в плане того, что они надеялись, что отец со своими связями все сам сможет порешать. А обычных полицейских мы привлекать не будем. Может быть так. Психологи эти, кстати, а точнее главный психолог клиники доктор Тахир, который в тот вечер отправлялся спасать Захира, сделал несколько просто шокирующих, отвратительных заявлений. Этот доктор Тахир несколько раз спрашивал журналистов о том, почему их так сильно интересует дело Нур. Ведь женщины умирают, исчезают, их убивают в Пакистане каждый день. Чего пристали? Смерть Нур, конечно, повлекла за собой множество протестов. Женщины выходили с плакатами, требуя справедливого расследования и жестокого наказания для Захира. Но в то же время некоторые газеты писали о девушке довольно неприятные вещи. Что-то в стиле «сама виновата». А зачем она поехала к нему? А почему она не могла хотя бы ради вида сказать ему «да»? Стали обсуждать и ее веру. Мол, не такая уж она была и достойная мусульманка. Но давайте не будем на этом останавливаться, а сразу перейдем к суду и к тому, какое наказание в итоге назначили Захиру. Адвокаты Захира пытались оправдать его, указывая на его психическое расстройство. Мол, он невменяем и вообще он не ведал, что он делает. В это, однако, сложно поверить. Весь кошмар длился целых два дня. Это не было коротким затмением в его ясном сознании. Из дома слышались душераздирающие крики. Их слышал обслуживающий персонал. И к тому же Захир звонил родителям и друзьям. И никто из них не забил тревогу. Имеется в виду, что никто не забил тревогу в плане самого Захира. Что вот с ним что-то не так. Там у него голос какой-то не такой, он говорит отрывисто. Или он рассказывает, что он совершает. И, например, кто-то из близких понимает, что да, похоже у него какой-то эпизод. Нет, такого не было. Никто ничего не заподозрил. Судя по всему, он прекрасно понимал, что делает что-то ужасное. И, более того, скорее всего, он это спланировал. Поэтому Захира приговорили к смертной казни. Двух охранников, которые находились в доме в тот день, приговорили к десяти годам лишения свободы. А остальных же участников дела оправдали. Как и родителей Захира, которые, возможно, есть предположение, что они с самого начала знали, что происходит. И покрывали сыночку. Но, кстати, справедливости ради стоит сказать о том, что после ареста родители и некоторые другие его родственники публично отреклись от Захира. Так что, возможно, перед казнью он даже не увидит своих родных. Мы не поддерживаем и не поддерживали Захира в его действиях. Мы искренне и безоговорочно следуем закону нашей страны. Справедливость для Нур будет восстановлена. А отец же Нур после суда сказал очень важные слова. По его мнению, такое наказание, то есть смерть, для Захира просто необходимо. Я постоянно говорю, что это не просто дело моей дочери. Это дело всех дочерей в моей стране. На самом деле это дело дочерей не только в его стране, наверное, даже во всем мире. Смерть Нур, конечно, шокировала весь мир. И я видела комментарий под одним видео, в котором было сказано, что будь она не тот же дипломата, а какая-то обычная девчонка, наверное, никто бы даже не расследовал. И парень, возможно, даже не сел бы в тюрьму. И вот это уже очень грустно. Но из-за того, что она была из такой известной семьи, ее смерть повлекла за собой даже предложение о реформе законодательства в Пакистане. Власти, наконец, даже стали задумываться о том, как прекратить подобные инциденты и насилие. Но пока, к сожалению, это ни к чему на уровне законодательства не привело. Вот такая история, друзья. Мне тяжело даются такие дела. Мне их тяжело и снимать, и готовить. И сейчас даже заключительное слово. Я никогда его не прописываю. Я стараюсь всегда что-то сказать, ну, как бы, на живую. Вот. Безумно страшно то, что в последние минуты своей жизни, даже, наверное, в последние часы своей жизни испытала Нур. И я каждый раз надеюсь, что таких историй станет меньше, что просто кончится материал для историй о парнях, которые не могут совладать с отказом или просто решают выместить злобу на своей девушке или бывшей жене, или просто партнершу. И я надеюсь, что когда-то настанет момент, когда женщины будут чувствовать себя в безопасности везде. В любом доме, в любой стране, в любом городе. Но для этого нам всем еще предстоит очень много работы. Ладно, я передаю слово вам. Пишите свои мысли. Ох, пишите свои, рассказывайте о своих эмоциях. Я надеюсь, что мы с вами скоро увидимся. Всем спокойной ночи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok